День добрый. В общем-то, почему-то после этого заявления стало немного грустно. И в интернете я для себя увидел, почему кто-то из блогеров замечательно написал «Вместе с Саакашвили уходит мечта». Вот почему и финал такой грустный получился, и полтора этих года оказались совсем не сказкой, об этом и поговорим сегодня с гостями студии. А это заместитель председателя Одесской областной организации блока Петра Порошенко партии «Солидарность» Михаил Шмушкович. Это председатель областной организации всеукраинского объединения «Свобода» Павла Кириленко. Это представитель оппозиционного блока, депутат Одесского областного совета от оппозиционного блока. И для меня сегодня это важно. Помощник-консультант народного депутата Украины Николай Аскорико, Роман Сеник. Заместитель председателя Одесской областной организации всеукраинского объединения «Батькивщина» Сергей Веселов. И мой коллега Геннадий Чижов, которому я сразу в начале эфира должен сказать слова благодарности. Сегодня, в принципе, зрители ждали его в программе. Скажу спасибо за то, что мы получили возможность выйти сегодня в эфир. Вот если первый вопрос, да, это почему? Вот, на ваш взгляд, те причины, о которых Михаил Саакашвили заявил в своей речи, которая вчера там активно транслировалась, обсуждалась, все причины он назвал, почему, так сказать, вот он решил именно сегодня уйти в отставку. И мы начнем с представителя власти. Я еще спрошу у Михаила Шмушковича, вчера у вас в областном штабе шампанское пили? Пили. 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 На самом деле, случилось то, что должно было случиться. Лучше бы оно случилось раньше, но я думаю, что это в первую очередь было связано с выборами в Грузии. То есть я думаю, что это произошло бы раньше, не будет грузинских выборов, поскольку он не мог уйти до грузинских выборов. В силу того, что мы имеем дело не с губернатором, а с президентом, пускай и бывшим, уволить его, я так понимаю, не хотели, пока и мир очень не хотели долго. По целому ряду причин. Почему пили шампанского, тоже могу ответить, это не штаб, это как бы областная организация, потому что на самом деле тот плач, который действительно стоит у нас в районах, его нет ни одной другой политической силы. Мы власть, мы действительно должны отвечать за то, что происходит, но мы должны не получать хоть какие-то политические дивиденды от того, что когда происходит что-то хорошее. К сожалению, в 90% районах Одесской области происходило все следующим образом. Если происходило что-то хорошее, позитивное, это происходило меньше, чем бы хотелось бы, но такие факты были, это была команда Михаила Саакашвили. Если происходило что-то плохое, ну, вчера, в принципе, все услышали, кто мешает. Павел, я так понимаю, что вы не дуже будете суммовать с приводу отставки Саакашвили. Ну, с этого привода, я думаю, просто украинский народ получил очередное щепление от популяризма, от каких-то марных надений. И, знаете, наше суспільство, оно очень быстро эволюционирует. Причому, саме украинское суспільство, и вот давайте, даже если вспомнить, кинуть 90-х годов, помните, была такая партія зелених, яка колись очень большие результаты на выборах здобула, а потом в нульовых, там, вси проекти Медведчука накрилися и не отримали жодных пристойных результатов, враховывая, какие большие ресурсы, если смотреться, были, вкладывалися в выборчие кампании. Хотя в конце 90-х, знову ж таки, СДПО здобула довольно больший результат. Останние годы, которые в Украине происходят, это, взагалі, очень великое просветление для украинского народа. И вот буквально за эти полтора года, пока Саакешвили был при владе, я думаю, украинцы также понимали, что никакая там мессианская команда где-то за кордоном не прийде и ничего не сделает. И в этом наиболее большая перевага и плюс того, что произошло. Ну а, власне, чому Саакешвили прийшов? Очевидно, звичайно, на цій посаді голови областної адміністрації, він, звичайно, не міг зробити якихось надзвичайних звершень. Але в той же час він це чудово розумів. І, тим не менше, вся його риторика будувалася на пустому популізмі. Так, він завжди викриває корупцію, але його дії... Він іноді говорив і почав говорити те, про що я навіть подумати боявся, не кажучи вже сказати в ефірі, хіба це не велика заслуга Саакешвили. Ну, ви знаєте, він не говорив нічого нового. Насправді, він говорив все... Він називав прізвища, про які ми тихенько... Та всі ці прізвища називали. Просто чомусь саме Саакешвили приділялася увага. Саме його виступи і мессенджи транслювалися в ефірі. А ті, хто так само говорив ті самі речі, їх, що ми з такою активністю не випускали їхні мессенджи в ефір. І всі ці розмови про боротьбу з корупцією, знаєте, вони, звичайно, добрі. Але Саакешвілі, те, що він зробив, він продемонстрував, що от ту середню ланку, яка, який, скажімо, колишня влада, влада злочинного режиму Януковича давала можливість десь там займатися корупцією і заробляти, набивати собі кишені, частково. Частково, от Саакешвілі довів, що він представляє того політика, який, якщо і буде займатися корупцією, то буде займатися на вищому рівні і середній ланки. Цього дозволяти не буде. І тому ніхто не скаже, що от Саакешвілі є корупціонером або якісь подібні речі. Тим не менше, ми ж знаємо, хто стояв в оточенні Саакешвілі, ми знаємо, що жоден його офіційний заступник, який на державній службі, не підписував жодного папірця і жодного розпорядження, поки на це не давали добро оця сіра гвардія грузинів, нікому невідомих з його оточення, які ніде не рахувалися, але тим не менше, роз'їжджали на шикарних автомобілях і користувалися багатьма благами на відміну від офіційних заступників губернатора, які отримували невеличку державну зарплату. Отже, те, що сталося, ми повинні розглядати як чергову науку для українського суспільства. Ну, і буквально два слова, все ж таки, і те, що зараз прогнозують великий успіх його політичному проєкту, ну, тут вже є великі сумніви. Якщо, наприклад, рік тому... А ми ще поговоримо про це, давайте про відставку. Траван, опозиційний блок, теж піл шампанською. Добрий вечір, уважаємі жителі області, уважаємі студії. Я хочу сказати, що вчора вся лента новостей була, от говорили, що це сенсация, але я хочу сказати, що на самом деле сенсациєю для Одескої області було назначення председателем областної администрації, господина Саакашвили, тому що тогда, ну, народ наш не верив, що бувший президент нашого дружеского государства може бути председателем областної администрації. Многі навіть надіялись, де-то в глубині душі, що цей человек може щось зробити по типу того, що він зробив в своєм родному державі. Але багато зробили о тому, що господин Саакашвили – це в першу чергу політик, достаточного високого уровня, але ні в коем случае не административний работник. Наша область є найбільшою в Україні, і вона достатньо специфічна. Здесь живет багато національностей, і к кожному районному центру потрібен особий підход. Так вот, господин Саакашвили, он должен был выполнять две функції. Функції політичні, для того, щоб объединить все політичні елити в області, і административні функції. Саакашвили, объединить елити? Да. Дело в тому, що ви посмотрите... По-моєму, не про нього. Ну, як оказалось, вже да. Але ізначально цель була така, тому що... А була ще цель, був палец, було влияние Коломойського. І тут президент дуже здорово все це нейтралізував одним назначенням. В общем-то, далі й делать нічого не потрібно було. Вся проблема в тому, що назначення Саакашвили – це був такий мнимий спасательний круг для блока «Ветра Порошенка». Тому що то, що відбувалося вчора – це такий закат партиї власи. Тому? Тому що для мене дивительно, як може соратник, скажімо так, того же Саакашвили пить шампансько за те, що його колега обвинил і президента, і всю веть власть в коррупції і бездействі. Так вот, все дело в тому, що... Полтора року назад, розвішивая плакат, і ти одесит, мишка, да? Да. І получается, що на сьогоднішній день, я не думаю, що це тільки рішення Саакашвили. Все дело в тому, що Саакашвили сюди прийшов не сам, його назначив президент для того, щоб повисити уровень доверія к партиї, і для того, щоб на выборах определенно зробити какой-то результат. Але, як оказалось, Порошенко, як умний чоловік, наверняка сделал срез і увидел, що за год роботи Саакашвили, немножко більше год, уровень блока Петра Порошенко, він упав до такого низу, що потрібно що-то менять в цій ситуації. І, соответственно, на цьому фоні, рівень доверія к нашій політичній силі, к оппозиційному блоку, дуже вирос. Главний тезис понял, що Михаилу вчора було не шампанською, а боржомі піти. Це їх дело, але в будь-якому, я считаю, що це зв'язано з тим, що робота політика і администратора Саакашвили, вона завалилась, тому що це видно і по всім главам райадминистрації, яких назначали молоді. А по блоку считає, що це йому на руку. Таким образом, рейтинги, в принципі, вашій партиї, ви надієтеся і розсітуєте, що вони розрастують? Оппозиційний блок ведет свою, скажімо так, політичну деятельність. Вона никак не зв'язана з деятельністю власи. Ми послідово критиковали і роботу господина Саакашвили, і в тому числі президента, і кабінета міністрів. Тому ми считаємо, що такою областью, як Одеска, должен управлять людина, який народився на цій землі, який її знає. Вона святое місто займі. Сергій Робертович, вона надіжна на вас, що якісь хороші слова Саакашвили ви скажете. І також, як і я, скажіте, що вам грустно от того, що він ушло. Тому, що грустно, це я можу сказати сразу. Здравствуйте, уважаються телезрители. Ми зараз видим дуже бурну дискуссію вокруг цього, розличні оцінки. Що б я хотів сказати в цій связі? Тут сказано було, що вместе з командою Саакашвили ушла мечта. В общем-то, це була надежда. Надежда одеситів, надежда всього українського обществу, що после революції достоинства в нашій країні щось поменяється. Все ж дали всіх реформ, всього цього діла, от Порошенка і Блока Солідарність, от Народного фронту, який представляли більшінство в парламенті. Ми бачили, що все це время, ніяких перспектив для України не з'явилося. Заявлення президента країни об окончании війни, о перспективах для України, европейське будущее, т.д. Все це оказалось всього всього пустими словами. А для нас одеситів, це був клоток свежого воздуху, коли тут з'явився Саакашвили. Це були такі надежди, таке воодушевлення. І срез популярності руководителя країни, який добився каких-то определенних успіхів в розвиті, який позволяв надіяться одеситам і жителям Одескої області, що у нас що-то поміняється, і поміняється быстрі, ніж в країні. І, собственно, говля, ті перші шаги Саакашвили показали на те, що у нас є надежди. Надежди були, вперше всього він прививив свою нову команду. Команду не зааганжуванню, не коррумпуванню, і ту команду, яка могла б вдохнути глоток свежого воздуха в наш регіон. Що ми виділи? Ми виділи повністю спротивлення всіх ветвей власі. Все, що могло там спротивляться всім цим реформам, ми з цим столкнулися. Що плохого, собственно говоря, з того, що він предлагав, і то, що він мог б зробити, в случае, якщо він б получив цю підтримку со сторони руководителя государства, со сторони правительства, що б ми увиділи? Прежде всього, нормальні дороги, тому що реформа таможні позволяла ту частисть средств, які зарабатувала таможня, направлять не в карманы чиновників, не відкатуватися наверх, а направлять їх в регіон, в строительство дорог, в строительство інфраструктуры і так далі. І об цьому була полна договірність, і ми бачили, як його обманули, і вместе з ним обманули деситів. Друге направлення – це центр заказання административних услуг, коли можна було в течіні якого-то короткого проміжутка времени решити те вопросы, на які ходили недели, і куча денег, тому що потрібно було взятки платити, за то, щоб либо ускорити, либо получить справку несчастну, і так далі. В общем-то, все, що предполагалось тими главами администрації, районах администрації, при поддержці государства, можна було розвивати эти райони, т.е. інвестиції, які могли б привлекатися. – Тобто, власть назначила, і сама ж Саакашвили вступила в конфлікт, з того, що ви говорите. – Просто, просто… – Увидев в нём конкурента? – Не увидев в нём конкурента, просто власть сама не хотела поменяться, она не хотела изменений в страні. Т.е. власть, она выполняла чіткі задачи когось олигархичних кланов. І поэтому ми столкнулись з той ситуацією, що все те реформы, які намечались, які були декларовані, вони почали тормозитися. Почали тормозитися тільки лише за того, що внутрінних ресурсів області було недостаточно, а підтримки со сторони правительства і президента не було ніякій. Более того, ми виділи совершенно попытки дискредитувати ці все реформы і так далі, і попытки полностью їх затормозити. Естественно, за ці полтора року, коли проти нього велася така кампания, ми і получили то, що получили. І зараз ми говоримо о том, що... А тоді я к Михаилу, конечно, і тільки я ще допомню. Та, коли начался цей конфлікт, і я ще Сергеем Лещенко допомню, щоб ви вже зразу, туди украінська правда. Сначала був план, що Саакашвили возглавит блок Порошенко, і таким образом Порошенко був лично готов підтримувати Саакашвили. Але поскольку Саакашвили категорически відказався мати общі с Каноненко, Грановським, Березенко, другими людьми найболі одеозними в сьогоднішній власть, то він ежедневно сталкивався з сопротивлением. Вот то, о чому Сергей Робертович. Давайте вначале ваш вопрос, а потом немножко прокомментирую Сергея Робертовича. Дело в тому, что, если вы вспомните, Михаил Саакашвили лично ездив в Чернигов і агитировав за Сергея Робертовича. Поэтому, как минимум, в этом моменте господин Лещенко, мягко говоря, слукавил. Как и слукавил в цьому ряде других моментів, хотя, действительно, в Одесской області я лично предлагал і уговаривав Саакашвили вослабити список в облсовет, но це не говорилось о партийній должності. А план був, що Саакашвили обов'язався? Я об этом узнал от Сергея Лещенко. І поскільки він, як минимум, в случае Сергея Березенка собрал, то я думаю, що і в остальному звучить несколько нелогично. Як минимум, тому, що ввозглавивавший список должен був би йти на парламентські выборы. У нас по закону, щоб стати народним депутатом, треба бути гражданином п'ять лет. Тобто тут, як минимум, явно йдет розначення. А що касається, на самом деле, ніхто, ну, по крайній мере, я, я, який був действительно восхищений значенням Саакашвили і считав честью роботи з ним на первому етапі його побування в області, не ожидав, що Саакашвили займеться, извините, чисткой коровників. Саакашвили – це фігура міждународного уровня, це історична личності, це, наверное, найсамый сильний публичний политик в нашій країні на сьогоднішній день і багатое-магатое другое. Вот как раз, коли тут прозвучала команда, у мене, извините, волоси зашевелились, потому що такого слабої людей, такой разношерстной масси людей і вже мовчу не коррумпуванності, це вообще вызыває улыбку большую, я вообще не видел никогда в своєй жизни. В своє время, нет, видел, у одного человека, у народного мэрохозяйственника Алексея Костусів примерно було нещо подобне. Коли не було системи, а була ентропія. То есть, какое-то бесконечне количество поступательних движений. І коли происходять такие бесконечні поступательні движения, конечно, що-то хороєе відбувається. Але никакої команди там і близько не було. Говорить о том, що він вчора в выступлі сказав, що честний конкурс, прозрачний конкурс райадминистрації, він действительно був таким на первому етапі, ну, где-то так, недели-две, не є більшим секретом, що значительна частина глав администрації, чі-то, їх приводили за руку, кто-то, бувші зами, помощники, советники, і вони все це проходили. Так що, це відбувається дуже більшу улыбку. Мені достатньо відбувається в выступлі Сергія Робертів, в честь і по адмінцентру тут можна говорити місяцами, і вообще, скільки дінек, куди шло бюджетно, дінек, дінек обласного совета, котрим можна було потратити на інші відбування, тому що дійсно верили, що це дійсно стане первим етапом, і ми підтримали це, це було більшою шибкою. А вот, що касається глаф райадміністрації, то, наскільки я знаю, Батьківщина в тех районах, де эти вот воду мони довіра проходила, їх активно поддерживала, ну, хорошо, там, допустим, разом, ну, есть Ширяевський район, де председатель районного совета от Батьківщини, і там, якраз, іниціатором, як минимум, була Батьківщина, і никакой проблеми почему-то в этом не виділа, я не слышав заявлений, партийне руководство, і тут, оказывается, молоді, хороші ребята, а що ж, проти них тогда голосували. Я можу сказати, що я своїх депутатів заставляв, фактично, в яких-то районах даже держав за руки, говорив, що вони не мають права цього робити, несмотря на то, що відбувається, тому що це, це, дійсно, представітелі президента, і президентська політична сила, і як мог, дійсно. Ну, ми об'єтому вже говорили, да, у мене, к Роману Віталіювичу, вопрос, Ніколай Скорик, народний депутат України, буквально за пару дней до отставки Саакашвили, вот как знал, да, выступил с заявлением, он сказав о том, що лучшим решением конфликта между мэром Одеси Геннадием Трухановим і губернатором Михайлом Саакашвили була б отставка обоих його участників. Первий етап произошел, це означає, що Пополок тепер буде бороться за отставку Геннадія Труханова? Однозначно, це позиція нашої партии. Все дело в тому, що оппозиційний блок всегда поддерживав здорові ідеї, які, скажімо так, як мінімум, допомогут людям жити легче. Коли ми неоднократно піднімали в Городському Савіті вопрос, наприклад, останній, і, скажімо так, саме його піючі по компенсацію тарифів, при тому, що Городський Савіт бюджет імеє хороцій бюджет, намного більше, що господин Труханов, він, скажімо так, зав'язав коаліцію з блоком Петра Порошенка, почали, скажімо так, розпускати средства туди, куди посчитали нужні те же самі... Зав'язав ли я по блоку увидим на антитрухановському Майдані? Це означає то, що ми считаємо, що господин Труханов це антинародний мэр, який повинен уйти, і вместе с ним повинен уйти вся мэрия, тобі всі депутати Городського Савіті. Доді бути перебування. Чому? Трати 185 мільйонів гривень на непонятні здання для мэрии, для того, щоб собрать департамент і считає то, що вони вже мають якісь здання, це, як мінімум, викликає, скажімо так, не підозрення, а відвращення к цій власні городській, яка в першу чергу видит якісь коррумпірованні свої личні інтереси, а не інтереси жителів міста. Тому так продолжатися далі не може. У мене це інтересне заявлення, а я тільки одне уточнити хочу, в заявліні з Корико є такий пасаж, якщо самостоятельно такое решення вони принять не змогут чи не захотят, то в данну ситуацію обязан вмешатся президент. Лучший вариант для Одесы новий мэр і новий губернатор. Вот с губернатором, с председателем Волгосадминистрації роль президента я понимаю. А какую роль президента ви видите в судьбе Геннадія Труханова, якщо Труханов був избран одеситами, да ще избран в первом турі, і ніхто пока другого не доказав. Це що знаєте? Каких действий ви від президента ждете? Для того, щоб у нас був новий мэр. Ми, скажімо так, іниційували к президенту відкрітое письмо, в якому ми, скажімо так, чітко обрисували ситуацію, яка відбувається, яка відбувається, як і в області... А чого ви ждете від президента, який ППП представляє, з яким составив коаліцію, як ви говорите, Геннадій Труханова? Ми ждем від президента адекватної реакції на ту ситуацію, яка відбувається і в городі, в тому числе, і в області. І якщо президент не може регулювати те процеси, які відбуваються... То і президент дозволюйти? Ну так вже, що всіх... А оппозиційний блок давно об цьому говорить, що єдинний, скажімо так, виход ситуації в країні, цей колапс економічний, який длится вже більше чем два роки, до якого довела ця власть... Ви мене тогда успокойте, только скажіть, що ви не говорите о том, щоб Янукович вернувся. Ми говоримо о том, що люди, які стояли на Майдане, які положили за це життя, вони действительно надіялись на якого-то процветання. Але оказалось все, що блок Петра Порошенка вместе з доверяєю делам, вместе з такими там коаліцентами... Вот Сергей Роботович сейчас як-то критикує Народний фронт, критикує БПП. А почему же ви не говорите, що ви вместе с самопомочью вошли в цю коаліцію? А потом, когда... Я не про городського совета, я говорю про Верховну Раду. Почему потом, получается, все, когда начались проблемы, все ушли, і теперь, соответственно, лежит только на одному человекі. Так вот, ми считаємо, якщо ви не выполнили свої обіцяне, що за три дні закінчиться війна, якщо ви не можете підняти людям зарплату, а снижаєте їм, точніше, повышаєте тарифи, ви должны уйти, ви должны освободити це місце і дати можливість людям, які знають, як це робити, робити і розвивати цікаву. Ми вас услышали, Геннадию Петровичу, да, воні ще... Очень-очень хорошо, мені подобається реакція Михаїла, я думаю, що Михаїл паскай зреагує, то там треба я. Дякую за три дні, але якщо оппозиційний блок може договаруватися з Владимиром Владимировичем Путіном, в принципі, я цьому не удивлений, але така у нас, к сожалению, возможностей нет. Вони договаруватися не пытається, а в отслушуватися. Вони договаруватися не умеете, о чому ви говорите? Вы показали в Одескому областному совєте, як ви умеєте договаруватися. Обещали ще, по-моєму, полтора днів. Я же вас не перебивав, правда? Давайте не будемо, извините. Я вам вопроса не задавлял. Если касается, мне у вас спрашивать нечего. Что касается ситуации в Одесском городском совєте и заявлений господина Скорика, ну, в принципе, это показатель того, как они бы вели себя, будь президентом, представителем оппозиційного блока. Нравится Труханов? Не нравится Труханов? Можно говорить о каких-то конкретних действиях? Труханов законно избранный мэр города. Его не назначил президент и не должен назначать. Его не должен назначать губернатор. Его должны избирать одесситы. Если одесситов устраивает, они это могут сказать на внеочередных выборах, если такие будут. Но их должен кто-то назначить, но для этого должны быть хоть какие-то основания. Основания на сегодняшний день, кроме разговоров и политических заявлений, я лично... Нет, желания есть, понятно, у многих. Но, опять же, я никакого не вижу на сегодняшний момент. И поэтому... Я просто закончу. И поэтому абсолютно нормальным, ненормальным является ситуация, когда говорится о том, что должны уйти в отставку. Есть назначаемые... Это знак причины, да? Назначаемые должности и избираемые должности. Вот председатель областного совета, это избираемые депутатами должности. А губернатор назначаемый, глава администрации, которые такие замечательные, назначаемые должности. Все, идем дальше, идем дальше, это мы услышали. Вы спросили, почему грустно и грустно ли? Мне лично грустно, я тоже получил очередное разочарование. Иначе мы с вами в одной программе не работаем. Да, и кстати, вот это разочарование основано на нескольких позициях. Кроме того, что мы все являемся представителями украинского народа, хотя разные национальности люди здесь собраны. Мы с детства отличительная черта украинского народа та, что мы все верим в сказки, в чудо. Нам 99% книг, там до 12 лет пока читают книги, они сказки. И это слишком серьезно под корочки отложилось у нас. И мы верим в это чудо. А тем более, что мы верим в те сказки, как было жить в Советском Союзе, были определенные стабильные социальные и так далее. И люди тоже привыкли, что придет большой человек, большой слон, большой добрый слон, и он наведет здесь порядок. Так как он сильный, и ни один хищник не может ему противостоять. А в данном ситуации, если говорить аллергетически, то уважая, в принципе, Михаила Сакушили, как действительно лидера международного уровня политика, я посмотрел, что он оказался посудной лавки. И этот слон стал давить многие вещи, не понимая, что по своей... А это та посуда, которую нужно было вынести и разбить, или та посуда, которая полезная, если вот продолжать? Может быть... Ведь он многие вещи говорил, которые... Я ведь недаром, ну понятно, мы о чем-то говорили, недаром говорил о том, что называя какие-то фамилии, он был такой локомотив, таран, который на общественное мнение действовал очень... Хорошо, что нам грустно, потому что грусть, это наша, вызвано непониманием того, что тот вакуум, который, я думаю, второму вопросу, рассмотрим, вакуум власти, который образовался в нашем регионе в плане административной, так называемой, подчеркиваю, так называемой, вертикали, он всех должен заставить выучить, как правильно Павел Кириленко рассказал, урок. Почему так? Ведь мы сейчас не можем... Мы даже не можем говорить, кто придет на смену, кто придет на смену, поэтому, соответственно, я хотел... Про смену мы давайте чуть позже. Это будет. И еще такая ремарочка последняя, что действительно, Микел Сахашвили, это аристократ от природы, от рождения, наверное, и он всегда был на выборных должностях. Он был мэром, он был президентом, почему дважды... Ну, одно время, да, такая техническая должность, юстиция, как юрист, да. И он был элитар, в ЛУЗе учился, там познакомился с Порошенко и так далее. То есть, я хочу сказать, что он по своей сути, по своим характеристикам, по внутренним, не имел, условно говоря, второго Варахаева, как мы это привыкли говорить, да, в Горсовете, или второго там заместителя крепкого хозяйственника. Натальевич Иганарь. А сам занимался политикой, чем он и занимался на выезде со пределами Одесского области. Давайте чуть дальше пойдем, да. Вот я тогда к Павлу Кириленко и Сергею Веселову. Вы обрадовались, что у вас теперь появился союзник, который может приблизить досрочные парламентские выборы? Ну, так или иначе, я понимаю, что... Такой таранда свободы ведь за досрочные парламентские выборы? Парламентские выборы неминучие, если мы не хотим, чтобы Украина скотилась в прерву. И поэтому тут уже, я не думаю, что какая-то заслуга или не заслуга Саакешвили. Вы, до речи, правильно взагалі подняли тему и сказали саме сакральное слово выборы. Адже сьогодні говорили про, чому саме Саакешвили призначили голову адміністрації Одесской. Так вот, я хочу таку версию висловить, что это, в том числе, умова европейских и американских партнеров была до нашей влады, до президента. Адже, ну, уже прошло достатньо часу после революции, после того, как президент Порошенко пришел до влады, и никаких изменений в государстве не происходило. И чертова была умова союзников або партнеров европейских, ну, вот, будь ласка, використовуйте тоді. Если вільный, да, в Грузии он уже не потребный, вот, будь ласка, берите себе и нехай он вам покаже приклад. И вот, и до речи, Клинтон уже определяют советником, ну, по-моему, тут у вас теория заговора, которая... остатний оцей локомотив, так, оцей команды, значит, грузинских, так званых в лотках варягів заявив про свою відставку напередодні, буквально за день выборов в Америці. Вот, можливо, в цьому таз может быть как-то... случайное, наверное, совпадение, которое... Ну, это уже такие заговоры. Сергей Робертович, так что у нас? Вот ушел Саакашвили. Может стать это катализатором такого политического кризиса, активных действий к досрочным парламентским выборам? Я не думаю, что будет катализатор. Я думаю, что это... Ну, во-первых, еще нам нужно время разобраться основные причины, которые побудили принять такой шаг. Ну, вчера, по-моему, очень много причин рассказал и фамилии назвал. Там эти 9 минут, по-моему... Есть надводная часть айсберга, есть подводная. Мы вскоре об этом узнаем. Но самое... Вы уже знаете? Или вы надеетесь, что мы узнаем? Самое плохое то, что непонятно, кто придет. И непонятно для чего. Подожди, подожди. Мы, кто придет, еще об этом поговорим. А я вот тогда к Михаилу. Это издание Гордон цитирует бывшего пресс-атташе посольства Грузии в Украине Бачо Корчелаву. Хотите понять, что происходит? Смотрите на историю Грузии 99-го, 2003-го годов, когда Саакашвили тоже громко ушел в отставку, ушел в жесткую оппозицию и три года вел борьбу с президентом Шеварнадзе. К чему это привело? К революции Рос и отставки Шеварнадзе. Смотрите. Поменяем фамилии и похоже? Я не так хорошо знаю историю Грузии 99-го, 2003-го года, но я могу сказать вот тут, как я сапонирую Павлу, в Европе Саакашвили не является героем. Я больше о море, по-моему. Мягко говоря, не является героем. К нему там относятся практически как к диктатору, который имел крайне негативный опыт разгона мирных массовых собраний и отношения европейских, наших европейских партнерок Саакашвили мягко говоря скептическое и то, что в принципе, наверное, должно было отрезвить таких явных. У них тоже вопросы были, но результаты его реформы они тоже признавали. У Саакашвили действительно очень неплохие контакты с частью республиканской элиты, но не более того. Во-первых, республиканская партия, как мы сейчас уже видим на тех выборах, которые происходят сегодня, происходит тяжелейшую перерождение, непонятно, что с ней будет и какой будет результат. Но это как бы их дело. Поэтому я с большим скептистом отношусь к теории всемирного закона. Безусловно. Давайте к тому, что свято место пусто не бывает и кого мы ждем во главе Одесской облгосадминистрации. Украинская правда в администрации президента обсуждают кандидатуры нового председателя Одесской облгосадминистрации. Значит, обсуждается вопрос назначений на должность председателя АГАК кого-то из бывших руководителей области. Они не пишут, но я так почему-то плачка у меня вот сразу возникла. Сообщает источник Украинской правды на Банковой. Кроме того, в АП рассматривают кандидатуры председателя Одесского областного совета, члена блока Порошенко Анатолия Урбанского и первого заместителя главы администрации президента Виталия Ковальчука. Там еще много фамилий, но вот мне кажется. Давайте, Сергей Робертович, вот ваш комментарий. Кого ждете? Мы ничего хорошего не ждем. Вот так. Начнем с того, что в принципе что касается допустим партии Батькивщина при... Подавать свою кандидатуру вы не будете, ведь будет конкурс. Да, себя я не буду подавать. Но я имею в виду свою в смысле от Батькивщины. Себя не буду подавать пока. Чуть попозже. От Батькивщины не будет представитель подавать документы на конкурс? Это предлагает кандидатуру президент президент страны. Нет, будет объявлять конкурс. Это же уже вот как в Николаевской области было. Другое дело, там вопросы, как этот конкурс проходит. Но в принципе и мы с вами можем... Не только в Николаевской, еще в ряде областей. Ну вот тем более. Поживем и видим... Батькивщина не будет или не можете пока сказать? Честно говоря, пока планов Батькивщины не знаю. Не доводили до меня такие планы. А из тех кандидатур, которые я озвучил, вот Плачков, Урбанский и Ковальчук? Значит, я боюсь только лишь одного, что вот сейчас баланс сил в регионе был такой, что в общем-то все регионы работали и коалиция демократических сил во всех регионах она себя оправдывала. То есть взаимодействие партии Батькивщины с блоком Петра Порошенко и с другими демократическими силами они, собственно говоря, ни к чему плохому не приводили. А в принципе баланс сил и нормальное функционирование регионов там были. Там, где более-менее нормальные главы райадминистрации, которые смогли сориентироваться в новых условиях не в тех, которые их обещали и не в те, которые там перспективы им там планировали. С теми главы администрации, собственно говоря, районных администраций нам удалось найти общий язык и мы видим, допустим, ту же Соврань с тем же Виталием Свящинским там прекрасное прекрасное взаимоотношение, взаимодействие и прекрасно район себя зарекомендовал. Что будет сейчас нетрудно сказать, потому что в условиях когда назревают внеочередные парламентские выборы есть вероятность того, что в регион путем конкурса, не конкурса будет назначен человек, который получит задачу обеспечить выборы президента или парламентской партии. Вот это будет задействование админресурса, то, что мы уже пережили, от чего мы уже ушли. Должна она перебить, вот как в свое время палец Саакашвили, и уже о палец никто на третий день или на второй не вспоминал, вот здесь такая же личность должна быть, которая, или наоборот, это вот кто-то должен быть серый. Я думаю, что о палец и вспоминают, потому что при нем был такой период, когда стабилизировалась ситуация в Одессе, после трагических событий, но тем не менее, все-таки какой-то период мы прошли вместе. Мы не можем забивать тех людей, которые оставили свой след в истории Одесской области. Что касается нынешнего предстоящего руководителя Одесской области, я говорю, что у меня есть опасения, очень большие опасения, что этот человек будет заточен на то, чтобы обеспечить выборы определенной политической силы. Первое. И второе, что мы уже переживали, это будет поставлен человек, который будет заинтересован в лоббировании каких-то интересов олигархических кланов, как то приватизация припортового завода, приватизация или там переприватизация или прихватизация нефтеперерабатывающего завода. Порты у нас очень сладкие видятся в плане приватизации и так далее и тому подобное. Которое сейчас загоняется, кстати, в долги, мы видим уже проблемы. Мы услышали, давайте все, да, Роман? Спасибо большое. Знаете, вот вспомнили господина Палецу, вот у него с Саакашвили была одна общая черта, их практически не было на рабочем месте. Один либо за границей, а второй... Саакашвили вернулся после урагана, а вот Палеца как-то сказал, а я здесь при чем? Но, к сожалению, вот беда нашей нынешней власти в том, что не преследуются интересы, в первую очередь, населения областей. Я считаю, что на месте нового председателя областной администрации должен быть человек, который знает Одесскую область, который, в первую очередь, не политик, а настоящий аппаратчик, который сможет объединить, как это было, вот господин Веселов не даст соврать, как это было в самые сложные времена в Одесской области, когда тогда председатель областной администрации господин Скорик объединял именно вот те политические элиты, собирал за одним столом, где... Мы с вами в каких-то разных областях жили, к томуему, в это время. Да, Сергей Робертович удивился, который привел к 19 февраля, к 3 мая, к 2 мая. Это привело к тому, что в Одессе не было никаких столкновений и не погибли люди. А что было потом, это уже результат, как вы сказали, вашей совместной работы с блоком Петра Порошенко. Вам все равно, вы понимаете, что от АПО блока не будет, да? Если вы понимаете, вот те мнимые реформы, о которых нам рассказывают, они приводят к тому, что областью будут управлять неграмотные, неопытные, непрофессиональные люди. Вот вы вспомнили за Николаевского председателя. Вы видели, почему мы о нем вспомнили? Потому что человек делает банальные ошибки в тексте, не отвечает на вопросы и его таки назначают председателя областной администрации. Я вспоминал еще одного губернатора Жиши, которого называли, тоже это было. И сейчас, получается, мы ожидаем, что от этого конкурса, который непонятно, как проходит и по каким качествам избирательства, все прекрасно понимают. Как вы говорили, заводят своего человека, ставят, дают ручку, пиши и будешь губернатором. Но так и должно быть. Но это представитель президента. Нет, а должно быть по-другому. Должно быть так, что на место председателя областной администрации должен человек садиться, который имеет опыт и знания. И в первую очередь, как пишется в законе о областных и державных администрациях, нести ответственность за все, что происходит в области. Важно, кажется, вы или Николай Леонидович не объясняли это Януковичу. Вот здорово бы было. Янукович тогда был президентом, а не председателем областной администрации. Ну так мы же сегодня к Порошенко обращаемся. А когда мы были в областной администрации, тогда действительно администрация работала. И все делалось для того, чтобы Одесская область развивалась. А когда мы говорим, стало ли лучше жить за два года? Я вам обещаю, я вас приглашу в эфир, и мы точно подискутируем. Вот у меня тоже уже появилось желание, так сказать, по поводу того, кто. Я так понимаю, свободы точно участвовать не будет, свои кандидатуры подавать не будет. Мы начали с такой фразы, как сумно или не сумно, а как раз сумно, потому что понимание есть, что не будет новой главы администрации, человек, который действительно пытается сделать что-то для восстановления экономики нашего региона, для коммуникации с людьми, для отроджения певных инфраструктурных проектов и так далее, и так далее. А прийде просто людина техничная, яка будет отработать снова певные технологии, необходимые для достижения певного результата на выборах, которые рано или пиздно все же таки будут на користь. Мы знаем все, кому. Людина, яка будет защищать певные бизнес-интересы, певных олигархичных бизнес-кланей, и, ну, сказал, ой, який Михаил Саакашвили там популярный, як у него там, як его, а тут вдруг читаю, политический лузер. Он не исключил, что скоро ряды украинских партий пополнятся еще одним членом, где Саакашвили займет достойную нишу среди таких политиков, как Ляшко и другие. Ну, смотрите, давайте по Саакашвили Урбанского, выступлению Урбанского будете спрашивать у него, это будет, думаю, более корректно. Что касается губернатора Одесской области, то ситуация, которая сейчас сложилась в результате, то есть, очень правильно сказал Геннадий Чижов, система государственной власти фактически разрушена. Если в городе Одессе это не столь ощущается, то в районах Потому что есть городская голова, В том числе есть система. Сейчас говорю, между системой энтропии, я всегда выбираю систему. Система может быть неэффективной, коррупционной, но она всегда будет лучше и вот куча каких-то ярких, красивых акций. Я это говорю по Алексею Алексеевичу Костусеву, я говорю это про Михаила Саакашвили, буду говорить. Кандидатуру БПП какую будет подавать в эту комиссию? Кандидатуру БПП подавать не будет. Будут поддаваться люди, но на самом деле тут важно, чтобы человек действительно, вот это действительно важно для области, а не для БПП, который будет иметь нормальную коммуникацию и с Кабмином, и с администрацией президента. Это очень важно, потому что без них количество завалов, которые в Одесской области образовались, не разгребили. Геннадий Петрович, вот мы, сейчас область остается как бы вот без власти такое наступает, а мы слышали заявление главы СБУ, который говорил, что есть проблемы, могут расшатывать, могут кто-то сегодня снова поднимать голову. Насколько это опасно? Если в минуту... Опасность гипотетически существует, потому что планируется вывод 1200 контингента из Приднестровья. Да, об этом это скорее... Но опять же, опасность в СБУ все равно существует. Вот местные силы могут как-то, так сказать, расшатывать ситуацию. они маргаризованы, эти силы, они по своей сути по внутреннему наполнению не готовы к протестам. Я не думаю, здесь будут такие в плане безопасности проблемы. А что касается того, что Михаила, я напомню, действительно, я думаю, что очень правильно, только вы забыли эту фразу сказать, что нужно еще посоветоваться с общественностью. Как воспринет одесская общественность, элита, нового человека, которого... Общественность или элита. И общественность или элита. И вот этот человек должен пройти к кассе. Я не петрович, вы меня поймете, уже, говорят, время наше в эфире на сегодня истекло. Я благодарю вас за участие в программе. В принципе, все равно скажу, что все-таки грустно и в итоге этого разговора. У меня единственная есть надежда, что я думаю, что если Михаил Саакашвили в Украине останется, то он точно о себе забыть не даст. Спасибо вам, спасибо зрителям, которые были с нами и до встречи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.